миром дорогие друзья в мире делятся люди на две категории это кошатников и собачников кто в большей пользе узнаем прямо сейчас кто вы кого больше любите собак или кошек я кошатница люблю я больше собак кошки кошкам наверное я больше люблю собак я не люблю кошек ну потому что они хитрые они по столам ходят кошек если по защите это собак собаки собаки вообще больше людей люблю не эти эти нравится кейки и по нраву не и кошек и собак дома одинаково по 3 кошки большие жирные и с ними можно полежать в обнимку если так то собак люблю а кошки но они милы а вот поманишь и они все они уйдут людям всегда нравится которые привязаны к тебе которые верные к тебе розетку пошли бы лучше собаки собаки да кошка придаст кошка в розетку ходят дружелюбные они больше человека не преданнее чем как ты кошки тоже да и к окошке тоже преданные без на кошки надо едли вы для меня мне кажется равно сильно потому что и кошки и живу и собаки такие же приятные домашние животные повышают атмосферу уют дома и принципе друзья согласно онлайн опросу gfk среди 27 тысяч респондентов из 22 стран мира женщины более склонны держать собак и кошек нежели мужчины в россии более половины опрошенных держат кошек собак же менее трети в стране более 15 миллионов домашних собак окошек около 30 миллионов собака приносит больше пользы нежели кошка ведь она отличный охранник верный защитник и друг хороший охотник обладает отличным нюхом домашние животные это выгодный бизнес согласно данным левада центра беспородные кошки живут в 33 процентах российских семей беспородных собак держит 19 процентов породистых кошек и собак можно найти в десяти процентах семей какая польза и какой вред от кошек и от собак польза от собак ты приходишь домой не ты не чувствуешь себя одиноким ну от кошек польза мышей ловят это банально но не ловит мышей они мурлычут и нервы успокаивают сейчас нервничаешь я всегда нервничаю студент да если ты идешь собакой по улице и подходит с микрофоном да да вот этот гопник она спасет конечно загрузил ты девушка девушка любит гигиену любит чистоту да ты любишь чисто конечно окей кто чище не знаю мне кажется оба обоя обоя видите ли какой-то вред от собак бешенство от собак может быть если укусит кошки кстати воняет хуже чем собаки да намного по этому вопросу сужу с точки зрения господа хотя честно я в бога не верю но природа чтобы она создала то все полезно нельзя так собака где должна жить в квартире или в будке все-таки в квартире нет отдель если даже и не в будке то в какой-то отдельной перестройки в любом случае но не в квартире не в доме у меня у самого собаки в будке живут все-таки дом для людей с точки зрения гигиены кошка более чистое животное нежели собака она не разносит бактерии ее слюна не отравляет еду любит чистоту от нее меньше неприятного запаха вероятность заболеть бешенством от укуса собаки больше в три раза чем от укуса кошки любой кинолог подтвердит что собакам желательно жить на улице в просторных условиях поскольку они часто линяют собаку необходимо выгуливать ей нужно больше двигаться нередки трагические даже смертельные случаи в результате проявления собакой агрессии многие бактерии и вирусные заболевания обнаруженные у собак представляют серьезную опасность для здоровья человека чаще всего заражения происходит через слюну питомца выводы науки давно зафиксированы в религии согласно исламу слюна собаки в отличие от кошки относится к нечистотам на джаса ее нужно тщательно смывать держать собаку в доме категорически запрещено но можно использовать для охоты и других нужд при этом особые предписания отнюдь не означают что собаку следует ненавидеть нечистой собака является также в иудаизме такое отношение к животному сохранялось и в раннем христианстве в ветхом завете и талмуде практически все упоминания о собаках за исключением пары случаев носят крайне негативные оттенки из суны пророка саллаху алейху салам запрещено держать собак в жилище там где мы совершаем молитвы там где мы принимаем пищу но как служебные охотничьи и сторожевые собаки эти животные всегда применялись мусульманами в хозяйстве биологически слюна животного который облизывает свои половые органы и обнюхивает места где они испражняются это этим именно этим методом они набирают на свои слизистые оболочки очень много микробов с точки зрения медицины это абсолютно категорически должно быть запрещено вредно чтобы дети особенности играли с котятами целовались обнимались щенками собаками и тому подобное они являются переносчиками бактерий смешивание людей и собак она вообще не является таким определенным трендом особенно в западной цивилизации последнее время стали по поводу не только собак но и даже и поросят и других домашних животных рекламировать и вот они с ними вместе живут и целуются обнимаются и все вот это происходит для того чтобы заполнить ту пустоту которая остается после разрушения семьи и пытаются как бы показать такой суррогат семьи что у них что можно не рожать детей можно не выходить замуж не жениться а будешь счастлива заведешь себе какой поросенка там собачонку будешь не целоваться обниматься вместе спать и в общем то достаточно тебе комфорта и так то есть окончательное разрушение всех семейных устроев морально-нравственных и прочих устроев общества ну и мы видим что не к чему-то ведет мы в ответе за тех кого приручили а главное помните что все должны быть на своих местах миром дорогие мои пока пока